Продолжение следует... Мы к заседанию Европейского Центрального Банка изначально даже не только я, но многие трейдеры, инвесторы, аналитики, которые следят за событиями, отвели этому событию чуть ли не основной статус, главного катализатора для всех рынков. Я думаю, что этот статус за этим событием сохранится. Мы ждем Европейский Центральный Банк и решение по процентной ставке. Мы ждем выступления после этого председателя Марио Адраги, который, безусловно, будет делиться, я надеюсь, немного обновленным видением и взглядом по перспективам денежно-кредитной политики. И надеюсь, что в этот раз, друзья, мы с вами получим еще не один важный комментарий о том, что политика будет оставаться мягкой. Потому что для европейской валюты, помимо, собственно, сильного доллара, который теснит позиции этого инструмента, нужен еще и в идеале бы национальный такой триггер. Ну, в данном случае это триггер для разгрузки, что совпадает с нашим с вами взглядом и ожиданием по тому, что произойдет с европейской валютой. Евро против доллара мы видим, как постепенно смещается к поддержке 1.20. Я надеюсь, что к концу этой недели к данному рубежу мы станем только лишь ближе. Сегодня, друзья, также состоятся пару отчетов, на которые мы обязательно должны обратить внимание. Это в 17.30 запасы нефтепродуктов в США. Очень важный релиз для всего рынка черного золота. Мы, наконец-таки, вчера с вами развили коррекционную динамику. Не хочется, конечно же, сглазить. Я сейчас обрисую, опять же, тот фундамент, который сложился за минувшую торговую сессию. Ну, надеюсь, что сегодняшняя статистика усилит эту нисходящую динамику, и нефтянка все-таки окажется ниже от текущих уровней. Что касается еще одного события, это выступление Стивена Полза. Как вы знаете, этот человек возглавляет канадский регулятор, канадец кожи, который уже неделю остается одним из самых интересных для нас финансовых инструментов. Мы, наконец-таки, восстановились с минимальных уровней и продолжаем постепенно расти. Даже сегодня на азиатской сессии, которая, можно сказать, уже плавно перетекла в европейскую, у доллара канадца есть хорошее подспорье, на которое набирается. Это прежде всего, опять же, снижение цен на нефть. Ну, и второе, все-таки, ожидание, что Полз в очередной раз, так же, как и неделю назад, будет менее оптимистично относительно экономического роста Канады, что вернет на рынок, может быть, даже с еще большим интересом идею, в ожидательные позиции данного регулятора по процентным ставкам. В общем, пока еще и не забывайте укрепление позиций доллара, фон Татани складывается в пользу того, чтобы мы сохранили длинные позиции, мы это, надеюсь, и делаем, друзья. Цели выше отметки 1.30 и неуклонно мы идем к сначала сопротивлению 1.30, до него остается все меньше и меньше. Думаю, что удачно его удастся и преодолеть. Ну, теперь давайте чуть подробнее. Начнем мы с нефтянки, которая вчера, безусловно, большую часть торговой сессии радовала покупателей. Мы достигли нового локального максимума 76, точнее 74.64, но под конец, собственно, торговой сессии покупатели утратили инициативу и уступили лидерство продавца. Я хочу отметить, что перелом вот этих настроений, он произошел ближе, собственно, к концу дни. При этом большую часть торговой сессии котировки двигались в прежнем восходящем направлении, поскольку трейдеры отыгрывали такой же прежний новостной фон, как касается эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Собственно, эту неделю мы с вами открыли с таких жестких осветительств того, что Саудская Аравия и Йемен продолжают активную военную конфронтацию, в частности, даже в результате ракетного удара Саудской Аравии по Йемену. Жертвой их стал один из лидеров повстанцев. Это, безусловно, вернуло на рынок идею того, что и без того крайне напряженные отношения станут еще хуже, а поскольку все-таки в этом конфликте замешана Саудская Аравия, ключевой, один из основных производителей нефти в мире, это также было сопряжено с рисками для глобальных поставок и глобального предложения. Весьма актуальной темой сейчас является и потенциал введения, точнее, возобновления санкций Соединенных Штатов Америки против Ирана. В частности, еще на прошлой неделе, среди кучи твитов, которые мы увидели от Трампа, помним также и довольно жесткие комментарии в отношении Ирана о том, что если они, иранское государство, возобновит работу над ядерной программой, то тогда им придется столкнуться с очень жесткими последствиями этого крайне неверного решения. О каких последствиях, безусловно, пока речи не идет, не раскрываются они, я думаю, что даже Трамп еще не знает, что он может предпринять. Это очередные угрозы, которые, как мы помним, уже с накопленным опытом во многих случаях работают. Да, все уже привыкли к жесткой риторике Трампа, но согласитесь, что эта жесткая риторика, в конце концов, довольно часто уже перетекала в самые настоящие жесткие действия. Почему сейчас эта тема очень актуальна, связанная с санкциями в адресе Ирана? Да и дело в том, что до 12 мая, то есть в перспективе ближайших двух недель, США должны принять решение, продевают ли они санкции против Ирана, либо нет. И, безусловно, Иран тоже один из основных игроков на рынке нефти, поэтому если санкции будут приняты, это тоже иск потенциальной нехватки предложений на глобальном рынке за счет того, что этот игрок как бы выпадет из общих, из числа поставщиков, которые нас набжали рынок необходимым количеством черного золота. Резюмируя то, что я сказал, рисков, ну, вроде бы как хватает, и котировки нефти могли бы не просто вот коснуться тех максимумов, о которых я сказал, но и продолжить развитие дальнейшего рынка и оказаться выше 75 долларов за баррель. Но все-таки быки уступили место лидерства продавцам, продавцы воспользовались локальным замешательством и вернули котировки ниже 74 долларов за баррель. Произошло это после того, как на рынке появились сообщения уже со ссылкой, как следствие, скажем, итоги встречи Трампа с Макроном, то есть с лидером Франции, о том, что Франция, США, да и в целом Европейский Союз еще, крайне заинтересованы в том, чтобы преодолеть разногласия, которые сейчас имеют место быть по ядерной сделке с Ираном. И, собственно, если это удастся сделать, то в конце концов санкции все-таки не будут снова установлены, и соглашение будет пролонгировано еще на определенный период времени. Это вдохнуло, собственно, на рынок надежду, особенно для продавцов, что без каких-либо фактических решений, без вот этого взрывного события, как санкции, пока что на рынке есть то, что можно отыгрывать с точки зрения коррекции. Это большой еще акцент в пользу того, что рынок и без того очень сильно перекуплен. Не забывайте, друзья, я уже делал акцент на то, что при текущей совокупной позиции рекордного показателя контрактов длинных по WTI от хедж-фондов, это уже явное свидетельство того, что рынок на грани коррекции. И если появится какой-нибудь даже маломайский негатив, то может спровоцировать настоящее бегство из этого актива и панические распродажи. Поэтому, к примеру, сделку все же не продлят. Это, точнее, не сделку, а санкции против Ирана. Это, безусловно, может стать очень неплохим катализатором для распродаж. Но еще раньше, друзья, у нас может эту, собственно, роль на себя взять именно активизатора нисходящей динамики, статистика по запасам нефти. Мы ее ждем сегодня в 17.30 по московскому времени. Считаю, что очередного обновления исторического максимума будет достаточно, чтобы вспомнить, какой риск штаты и какую угрозу несут для усилий ОПЕК и для, собственно, ближневосточной, скажем, такая доли на глобальном рынке черного золота. Поэтому я считаю, что нужно с большим интересом сейчас присматриваться к продажам. Собственно, буду увеличивать короткую позицию в том случае, если котировки закрепятся ниже отметки 72.70. Мы действительно, друзья, сейчас на пороге, возможно, полноценного разворота. Хотелось бы его поймать как можно выше, потому что чем, собственно, раньше мы войдем в короткую позицию, тем больше будет потенциал профита. Со своей стороны, обязуюсь держать вас в курсе всего новостного, что характерно для рынка нефти. Ну а вы должны уже принять для себя решение, какие аргументы и все-таки какие доводы фундаментального характера являются для вас действительно настойчивыми. Верите ли вы в сделку ОПЕК, в то, что вам останется бессрочным? Либо считаете, что терпение лопнет у ряда стран и участников аналитического пакта, и кто-то из них даже досрочно выйдет из соглашения. Я считаю, что вероятность второго сценария гораздо выше. Рубль 61.61. Думаю, что через 19 минут, когда стартуют торги на российской валютной бирже, рублю придется просесть, возможно, даже в район 62, потому что сейчас против рубля все буквально, это рост доллара, рост доходности американских облигаций. Кстати, мы сейчас поговорим об этой теме, ведь мы коснулись максимума с 2014 года, вот этого заветного, ориентировав 3%, и я думаю, что рост продолжится дальше. Ну и, конечно же, против рубля не может не действовать более дешевая нефть. То есть и распродажи, которые, как я отметил, на нефтянке произошли буквально под закрытие дня, то есть рубль еще в полной мере их не имел возможности отыграть, и сегодня у него такая возможность будет, точнее у продавцов по этому активу. Доллар и иена. Здесь стоит отметить один важный катализатор роста американца. Это восстановление доходности американских облигаций. Если смотреть на десятилетки, то мы уже выше 3%, мы уже с вами на грани того, чтобы отдвинуть в район обновления максимумов не за 4 года, а за 5 лет. Если мы посмотрим на долговые бумаги более, скажем, короткого периода погашения, то там максимумы и вовсе более выражены, там уже по некоторым активам, даже максимум за 8-10 лет по доходности. Конечно же, рост трежерис – это очень явный сигнал роста инфляционных ожиданий, безусловно. И плюс ко всему, рост доходности американских облигаций – это явная демонстрация того, что все чаще трейдеры закладываются под не то, чтобы сохранение американским регуляторам приверженности политики более высоких процентных ставок, но и закладываются под то, что ФРС осмелится на 3 повышения ставки вместо 2, как когда-то, около месяца назад, нам говорил Каджером Пау. Хотя все меняется, также Джером Пау сделал акцент на то, что решения фактически будут зависеть от экономических данных, ну и, как вы понимаете, данные-то сейчас улучшаются, и мы продолжаем работать с очень сильной статистикой. Вот впереди у нас еще один потенциальный драйвер для доллара – это данные по лупейнексу расходов на лишнее потребление, статистика, которая выйдет в пятницу. Полагаю, что у доллара даже до пятницы будут все условия, чтобы коснуться сопротивления против иены 110. Ну, если до пятницы все же трейдеры торопиться с развитием дальнейшего роли не будет, тогда нам останется лишь рассчитывать на поддержку фундамента и на неизменность вот этого восходящего тренда на рынке американского долга, то есть рост казначейских облигаций. Что касается геополитики, друзья, то благодаря вчерашнему дню у нас опасений стало еще меньше, потому что Трамп в очень выгодном свете подал результаты встречи с президентом Франции Макроном, потому что в основном его комментарии касались не конкретики переговоров непосредственно с Макроном, а наиболее актуальных и важных тем для глобального рынка. В частности, Трамп в большей степени говорил о том, что крайне уверен в том, что удастся договориться с Китаем. Кстати, я не помню, когда именно, возможно, даже уже на этой неделе Стивен Мочин, главный командующий США, будет отправлен в Китай для того, чтобы снова провести очередную раму переговоров. И в этот раз не только он, но и Трамп, возможно, через директиву от Трампа Мочин явно получил целевое указание договориться. Также были комментарии от Трампа по поводу Северной Кореи. Впереди у нас встреча между Трампом и лидером данного государства. Учитывая, насколько потеплела позиция лидера Северной Кореи в последние недели, я думаю, что у нас нет предлогов, оснований, скажем, говорить о том, что эта встреча станет новым витком эскалации на протяженности отношений между международными государствами и снова приведет к росту спроса на защитные активы. Друзья, у нас длинные позиции с вами по доллару и японской иене в плюсе. Лично я считаю, что если пара доллара и иена скорректируется сейчас в ближайшие часы, это будет еще один хороший уровень дополнительный для того, чтобы увеличить длинную позицию в расчете уже на движение выше 110. Евро против доллара. Продолжаем с вами ждать заседания Европейского Центрального Банка. Пока новых вводных нету, хотя в качестве того, почему мы все-таки рассчитываем на позицию Драги, которая будет предполагать влажность сохранения мягкой экономической политики, Драги не может не вращать внимания на слабые цифры, которые мы получаем по европейской экономике в последние недели. И, собственно, вчера у нас очередной отчет, это индекс делового оптимизма от ИФО и индекс оценки экономических ожиданий, собственно, нового индикатора. Основа просили, которая, то есть в очередной раз указав на то, что предприниматели сейчас обеспокоены тем, что происходит с курсом национальной валюты и обеспокоены изменениями, которые сейчас происходят в торговом балансе. А торговый баланс – это, безусловно, все следствие того, где находится сейчас курс евро. То есть европейская валюта, как и раньше, на мой взгляд, практически обречена на снижение. Я хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас спред доходности между немецкими бумагами и американскими достиг практически 300 пунктов. Чтобы вы понимали, это максимум вообще за все время наблюдения, то есть с 90-го года. Это то, что явно указывает на более высокий спрос на американские облигации, вследствие чего интерес к немецким будет снижаться. Лишая, опять же, евро еще одного потенциального фактора поддержки. Очень многое будет зависеть от заседания Европейского центрального банка. Мы сразу и настраиваемся на какое-то направленное движение. Волатильность будет существенной. Как и всегда, пара легко может сходить на 100-150 пунктов по обоим направлениям. И только после этого, к концу, собственно, завершения недели, рынок устаканится. Будем надеяться, что при всех вот этих рыночных колебаниях, часто еще говорят в коллектациях, все-таки евро определится с направлением и просядет ниже отметки 1.22. А там уже будет рукой подать до уровня 1.20. Надеюсь, друзья, то, что вы уже также приняли решение того, как торговать европейской валютой. Это решение предполагает продажи. Австралийцы против доллара снижаются. Думаю, что можно присматриваться к дополнительным продажам на отметке 0.76.30. Здесь можно разместить, собственно, отложку. Сейчас пара австралийцев против доллара находится на уровне 0.75.82. И мы отыгрываем прежние данные слабые по инфляции. На основании чего сейчас трейдеры говорят даже о том, что Резервный банк Австралии не станет менять ставку не то, что в равных этого года. Даже до конца 2019 года темпы экономического роста будут пересмотрены с ухудшением. Ну и австралиец теряет сейчас еще от роста трежерис и от роста курса доллара. Также еще неизвестно, хотя мы полны оптимизма, собственно, благодаря комментариям Трампа, но понимаем, что человек, у которого 7-5 на неделю, может кардинальным образом изменить себе риторику в адрес Поднебесной, тогда это все же приведет к ухудшению торговых отношений с Китаем. Поэтому, учитывая партнерские связи Австралии и Китая, австралийцы могут быть в числе наиболее, скажем, основных активов, которые потеряют на этом фоне. 0,70 опять является нашей ближайшей целью. Я думаю, что есть шанс добраться до этого уровня даже до конца недели. Американский фондовый рынок снижается. Это тоже все следствие роста доходности трежерис. Здесь логика очень простая. Чем выше сейчас долговые бумаги США, тем выше стоимость заимствования корпоративного сектора. Это раз есть и тревожные звонки по отчетности корпоративного сектора. И третий момент, на который стоит обратить внимание, это то, что из-за такой доходности трежерис на рынке появился альтернативный инструмент, который конкурирует с рынком акций по доходности. Учитывая то, что американский фондовый рынок просел за последние месяцы и довольно сильно трежерис растут, из-за элементарного прагматизма понятно, на что делают сейчас ставки институциональные инвесторы. Американский фондовый рынок в связи с этим теряет. Я жду, как и раньше, отметку 2500 пунктов. Друзья, для тех, кто не торгует фондой, еще не нашел хороший уровень входа, предлагаю разместить отложку сэллимит на отметке 2670 пунктов. Доллар канадец. Мы в длинной позиции будем докупаться с уровня 1.28. По канадцу тоже ситуация, на мой взгляд, предсказуемая. Я уже отметил в начале брифинга, что мы дисконтируем сейчас против канадца и дисконтируем стоимость доллара укрепление американской валюты, поддержку от долгового рынка, снижение цен на нефть и еще, собственно, уже озвученную риторику Банка Канады о неизменности процентных ставок в течение длительного периода времени. И сегодня, под самое закрытие дня, в 23.15, во время выступления Полуза, скорее всего, мы получим еще одно подтверждение того, что в планах ничего не изменилось. Поэтому, действительно, USDCAD нацелен сейчас на отметку 1.30 и может добаться до нее в ближайшее время. Под ближайшим временем, я даже подразумеваю, в принципе, сегодня недели. Фунт против доллара. Друзья, здесь нужно держать ворону, потому что нужно продержаться, скажем так, до заседания, майского заседания, которое состоится через две недели. Нужно верить, что ставку поднимут, ну или, по крайней мере, дадут понять, что это решение, которое будет следующее в плане ужесточения политики. Впереди у нас в пятницу данные по ООП и по активности в сфере услуг. Я считаю, что эти два релиза смогут поддержать британца и снова поспособствовать тому, чтобы он вернулся выше отметки 1.41. Сохраняю длинную позицию и верю, что на ближайшие часы Фунт сможет найти силы для того, чтобы снова подняться выше уровня 1.40, который снова должен стать поддержкой. Ну, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра, как всегда, в прямом эфире через Перископ. Ну, и также просматривайте запись на канале на YouTube. Она выкладывается чуть позже прямого эфира, примерно в 9.50. Прямой эфир состоится в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.